Здравствуйте, дорогие друзья! И у нас в гостях, или мы в гостях, у Михаила Йосича Веллера. Почему? Потому что столько вопросов, столько непонятного. Началась уже предвыборная игра, еще не назначили даже кандидатов в президенты, но уже все прекрасно, все понимают, все все знают. И даже у нас назначены дебаты. И вот в этой игре, ну как все понимаете, конечно, дебаты – это философское дело, это разговорная речь, это кто кого переубедит, и кто кого перетянет на свою сторону, как будут выглядеть и так далее, и так далее. И, конечно же, никто на этот вопрос ответить не сможет лучше, чем наш, я не хочу сказать любимый, потому что как любимый Леонид Ильич Брежнев, наш уважаемый Михаил Йосич Веллер. Михаил Йосич, уделите нам пару минут, несколько минут, расскажите. Лучше, чем наши несравненные мисс Рози, встречайте. Да, да, да. Вот, разумеется, разумеется, я не могу сказать о кандидатах на дебатах, ничего того, что вы уже не знаете сами, и что уже не сказала масса народу. Я бы хотел поделиться вот каким соображением был когда-то старый советский фильм «Две жизни», где в конце бывший блестящий белый офицер, а ныне старый официант в парижском кабаке, который обслуживал советскую делегацию и узнал своего когда-то врага, матро, то есть солдатика из рабочих, с ужасной миной ведет внутренний монолог. Боже мой, страшная мысль приходит мне иногда в голову. Вот мысль пришла мне в голову вот какая. Стало быть, Ники Хейли, которую Трамп на словах уже приветил, которая уже сообщила, что да, выйдя из гонки, она будет голосовать за Трампа, потому что Байден – это вообще ужасно. Вот на этом-то и хотелось бы остановиться в свете того, что дебаты уже назначены, при том, что официально ни Трамп, ни Байден еще не выставлены как кандидаты от своих партий. При том, что Байден попросил, чтобы дебаты были сидя, потому что совершенно верно, ножки уже устают, это можно понять, и Трамп, у которого с ногами все в порядке, согласился на это. Здесь вот какая история. Мы слышали от очень многих людей аргумент типа «Трамп такой, Трамп сякой, он хвостун, он фанфарон, он не держит свое слово, но поскольку лучшего вообще нету, потому что Байден ужасен, то несмотря на это я критикую Трампа, но я буду голосовать за него». Я делаю отдельную оговорку. Ни одну сволочь я не имею в виду лично, чтобы кто-то не стал подпрыгивать над толпой, крича «это про меня, это про меня, это не про тебя». Слова мои «не про тебя» относятся к любому и каждому. Так вот, далее. Поскольку Байдена на самом деле не существует. Его не существует в плане ментальном, в плане умственном, и наполовину уже не существует и давно в плане физическом. И все это понимают. И очень много сказано, что непонятно, чем его кормят, накачивают и подпирают перед тем, как выпускают на люди. Он напоминает мне эпизодическую роль режиссера из старинного американского фильма «Фильму лет 45» «Каскадеры», когда он говорит о главной актрисе своей картины, которая выпала вообще из процесса съемок. А она моя главная исполнительница роли. Если она умрет, я велю ее раскрасить, накачать насосом, подпереть бревном, но она будет играть. Вот это в полной мере относится к старику Байдену, которого можно раскрасить, накачать, подпереть, и он будет играть роль президента США. Потому что на самом деле только ленивый уже не говорил о третьей каденции Обамы и о том, что, если подумать, реально рулит группа кланов, где можно назвать клан Обамы, клан Клинтонов, клан Гейтса, клан Сороса. Вот это только самые крупные фигуры. Вот это вот коллегиальное, неназываемое правительство Соединенных Штатов выставило перед собой ширму. Это такая мулета для быка. Бык – это народные недовольства. И бык должен пытаться бодать эту тряпку красную Байдена. Хотя на самом деле за этой тряпкой стоит реальный Матадор со шпагой в руке, который разваливает Америку и мир. Так вот, когда говорится, что вот ужасен Байден, простите, я буду за Трампа, а теперь хопа, только и полон интернет, социальные сети и прочее разговорами. А вдруг они выставят в последний момент, например, Мишель Обаму. Ну, допустим, Мишель Обама – человек без какого бы то ни было административного, профессионального прошлого. Это неважно. Раскрасить, накачать и подпереть бревном можно любого. Она женщина, и она черная. Ее можно раскрутить. И за нее будут голосовать, по представлениям сторонников или версий, меньшинство. А вдруг не Мишель? Вдруг кто-то еще? И тогда вот аргумент. Поскольку Байден еще хуже Трампа, то я буквально вынужден голосовать за Трампа. Хотя речь идет не о Трампе и Байдене, не о Байдене. Речь о партии демократов, которая стала социалистической партией. Партия либерал-глобалистов. Партия, которая стремится закрепить свою монополию на власть. Партия, которая на глазах уничтожает Соединенные Штаты и уничтожает последние суверенные государства. Полюбуйтесь на помощь Израилю. Полюбуйтесь на помощь Украине. Полюбуйтесь на отношения с Ираном и так далее, и так далее. Речь о партии демократов. Но об этом не принято говорить вслух. Как говорил когда-то Наполеон. Ей же черт возьми вещи, которые не произносят вслух. Так вот, если выставят фигуру более привлекательную, чем Байден, и кто-то скажет, а за ним второй и третий. Ну, вы знаете, эта кандидатура несравненно лучше Байдена. Ну, по сравнению с Байденом, это же человек ясного ума. За этим человеком нет никаких преступлений. Этот человек обещает внятные вещи. Это совершенно меняет ситуацию. И теперь, конечно, мы должны посмотреть, что Трампу противостоит не Байден, а серьезный, перспективный, положительный человек. И колеблющиеся бараны, на мозги которых капали. Трамп такой-сякой, разэдакий. А что же критиковать нельзя, что ли? Вот эти колеблющиеся увидят. Усмотрите, а кандидат-то гораздо лучше. И за него-то голосовать можно. Можно и благополучно проголосовать за четвертую канденцию Обамы и группы кланов. Вот на что была рассчитана вся эта говорильня. Что Трамп такой-сякой, такой разэдакий. Но я за неимением лучшего. Вынужден буквально. Буду за него голосовать. Хотя вот вы думайте сами. Вот они и подумают сами. Вот эта колеблющаяся часть стада. Вот на что была рассчитана на самом деле. Так или иначе. Вся вот эта мерзостная диверсия. Так что когда вам выставят кого угодно вместо Байдена, не ведитесь на эти дешевые уловки. Не пейте из козлиного копытца. Потому что козлами вы уже наполовину стали. Понимаете хотя бы, как вас разводят, надувая щеки и с умным видом. И ни одну сволочь, я не имею в виду конкретно, повторяю и я. Чтобы они не делали хайп на моем обращении. Вот что я думаю от этой подтасовки. И только этим можно объяснить то, что вдруг демократы стали сливать Байдена. Что вдруг левые демократические СМИ стали сливать Байдена. Зачем бы им сливать Байдена? Скажите, зачем бы назначать эти дебаты, когда Байден с трудом понимает сплошь и рядом, он где находится, он кому обращается, он где стоит, а может быть он не стоит, а уже упал и тому подобное. То есть нужно полностью ошельмовать Байдена. И тем самым демократические левацкие СМИ демонстрируют свою объективность. Вот для нас истина выше этого демократического президента. Мы честные, объективные люди. Мы, вашу мать, аналитики и мыслители. Вот видите, как мы хлеймим, потому что он уже в маразме. Но уж тогда придет другой кандидат. Тут мы, вы же уже убедились в нашей объективности, нашей непредвзятости, нашей беспощадной честности. Вот с этой честностью мы вам скажем. Вот этот новый кандидат, он хороший, а Трамп, вы же сами говорили, плохой. Так что понятно, за кого надо голосовать, елы-палы. Вот примерно таким образом обстоит вот это все. И очень часто я вспоминаю начало восстания Баркохбы, иудея, второй век нашей эры, где первым был убит предатель из своих. Ну, в те времена евреи правильно понимали жизнь и что делать. Большое спасибо за внимание. На сегодня у меня все. Не верьте ослам и думайте сами. Супер. Спасибо огромное, Михаил Иосифович. Конечно же, не все люди могут видеть эти отвлекающие маневры, а их все время, они все время вот эти, что называется по-английски smoke and mirrors, дым и зеркала, которые тебя сбивают. И, конечно же, я прошу прощения, иногда не могу сдержаться, хотя я понимаю, что вы очень серьезный разговор идет. Идиотов много, которые... Ну, каждый идиот думает, что он один идиот, что Михаил Иосифович обращается вот только к нему, потому что других идиотов нет. Нет. И в целом их много, как вы говорите. И еще раз, лучше не скажешь. Лучше не скажешь. Хотите, обижайтесь на меня, хотите нет, но вот лучше не скажешь. Спасибо. К сожалению, это так просто. Это так просто. Но людей за прошедшие 20 лет научились оглуплять до состояния точилки для карандашей. Людям забывали головы, это старый трюк, а самые гениальные вещи, они простые. Не надо далеко ходить. Израиль, Хамас, ну что тут решать? Украина, Россия, ну что тут? Вы видите, кто на кого и чем и как. Но вы видите, Трамп, что был, вы видите при Байдне Обаме, при этих кланах и при тех кланах. Но людям заморачивают так головы, что они иногда видят врага там, где их друг. Это есть же старая басня, которую вы знаете, когда птичка замерзла, упала, умирала, проходила корова и лепешку на нее положила, она очнулась, высунулась, стала чирикать, солнышко, ворона пролетала мимо, услышал ее чириканье, вытащила из дерьма и съела. Поэтому басня такова, что тот, кто на тебя нагадил, не значит, что это твой враг. А тот, кто тебя вытащил из дерьма, не значит, что это твой друг. А если тебе хорошо, тепло, и ты живой, то сиди и не чирикай. Вот так люди, людям иногда, да, люди придерживаются этого. Увы ях. Увы ях. Спасибо вам. Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо всем. Здоровья вам. Все, до скорой встречи. Будем умными и сильными. Счастливо.